Мне кажется, что Алексею Навальному эти выборы вообще не нужны были. Здесь выборы нужны были партии власти для того, чтобы продемонстрировать свою легитимность. Назначенный президентом мэр все-таки не так легитимен для общественности, как выбранный. И здесь был очень хитрый и продуманный ход. Ну как хитрый? Правильный. Правильный ход власти. Они должны были подтвердить, что народ за Собянина и Собянин, безусловно, победил. И даже если вы вспомните, была ситуация, когда Навального же посадили. И Навальный был очень удивлен, когда он узнал, что его освобождают. Он вообще за какие такие заслуги, он там даже давал какие-то комментарии, его освободили. Оказывается, для того, чтобы выставить действительно полноценного конкурента Собянину. Я на самом деле очень негативно к этому отношусь, ко всему отношению. Я вам сейчас объясню, почему. Я открыл ресторан и повесил большую афишу. И на этой афише с моим изображением кто-то написал на следующий день «Навальный сила» белой краской. Он испортил мою афишу, у меня лично к нему отношение не очень хорошее. Ну это, конечно, шутка. Здесь, на самом деле, власть продемонстрировала некий театр с освобождением узника Навального на свободу и выставлением его достаточно сильным кандидатом. Мы проверили, что в России также работают западные технологии в избирательных кампаниях. Навальный это продемонстрировал, бог с ней, с моей афишей, но тем не менее, практически все, не знаю, 30-25% автомобилей были с его фамилией. Мне кажется, мы наконец-таки вступили в полноценную демократическую жизнь со всеми ее плюсами и минусами. Продолжение следует...